В Омске завели уголовное дело на мать-одиночку, которая воспитывала из своей дочери чемпионку по художественной гимнастике. Когда ребенок несколько раз пришел в школу со следами побоев, на лице учителя заволновались и позвонили в полицию. Ну а когда к делу подключились правоохранительные органы, выяснилось, что девочку родительница избивала систематически и чуть ли не морила голодом. Все подробности этой страшной истории знает Тахмина Тенесова. На фотографиях второклассница из Ростовки всегда улыбается девочка на хорошем счету в школе и в спорте. Судя по страничке в соцсетях, с матерью они близки. Но уже в подготовительном классе девочка вела себя не свойственно возрасту. Не баловалась, не улыбалась, была замкнутой. В первом классе на вопрос, откуда синяки, ребенок сухо отвечал из-за тренировок. Но уже во втором классе девочка созналась, ее избивает собственная мать. Когда мама приходила забирать, то есть ребенок превращался в трясущийся листочек. Например, перевязана шея, у нее что-то было. И вот она все время держала ее. Когда я ее приглашала к доске и подходила, чтобы помочь ей, она как-то немножко даже сжималась. На носике, на перекладине носа. Прям уже рано, так что она не могла сдержаться. У нее сбиты пальчики были. После признания школьницы мать вызвали в школу. Объяснение родительницы повергло преподавателей в шок. Мамина фраза была, что это мой ребенок. Я ее воспитываю так, как считаю нужным. Потому что считаю, что мой ребенок должен быть успешен во всем. А успех добивается вот таким вот образом. Побои нанесены на лице. Нельзя не заметить этого. Ну тогда будем бить так, чтобы не было видно. Женщина воспитывает девочку одна. Те, кто знаком с ней, отзываются как о заботливой и внимательной матери. Я не знаю, что творится у них дома. Но знаю, что ребенок каждый год отдыхает на море. Всегда чисто, опрятно одет. У них строится дом. Мама для гимнастики всегда сама шила ей наряды. Она живет полностью ей. Конечно, дыма без огня не бывает. Но так нельзя афишировать. Только с плохой стороны. Как удалось выяснить полицейским, та же самая мать била дочь примерно вот такой, гимнастической скакалкой. Наказывала практически за все. Не там поставила ударение. Не так выполнила спортивное упражнение или не получила пятерку. В последний раз с 1 декабря второклашка пришла в школу с толстым слоем тонального крема на лице. Но даже так скрыть побои не получилось. Уже на следующий день, 2 декабря, ребенка у матери забрали и передали дедушке, который живет в Омске. Есть медицинское заключение о том, что побои, присутствуют побои, что эти травмы не могли быть получены при падении с высоты собственного роста. С дедушкой очень близкие отношения у девочки. Дедушка ее очень любит. Дедушка еще возраста, скажем, достаточно молодого ему. 60 лет еще нет. То есть у дедушки у самого дочь примерно такого же возраста. Поэтому дедушка очень любит внучку свою. Но он не знал об этом. И не знал, и не догадывался, и не предполагал, что такое вообще возможно. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего» за избиение собственной дочери. Женщине грозит лишение свободы сроком до трех лет. Дело уже взяли на особый контроль в Следственном комитете. Тахмина Танисова, Дмитрий Головко. Новости здесь, Омск.